Приверженца идеи Илона Маска в Авидиополе. Депутат местного поселкового совета Сергей Выдра на сборах, где рассматривался вопрос создания объединенной территориальной громады, внес предложение для улучшения жизни в городке на Днестровском лимане. По мнению депутата Выдры, у Авидиополя есть все возможности для того, чтобы стать IT-центром Одесской области. Однако нет долгосрочной стратегии развития. Народный избранник предложил земельной комиссии поселкового совета рассмотреть проект создания вокзала, который бы обслуживал сверхскоростные поезда системы Гиперлуп. Я верю в то, что делает Илон Маск, потому что никто не верил, потому что он сможет сбудовать первую космическую ракету коммерческую, не за государственные деньги, и сможет привести инвестиции. Напомним, Сергей Выдра получил всеукраинскую популярность, говоря о современных технологиях на фоне разрушающегося дома культуры. Депутат отметил, что учреждение находится на балансе районного совета, и спасать здание деньгами поселка городского типа Авидиополь не разрешает законодательство. На жаль, на сегодняшний день мы не можем сделать за бюджетный кошт на какой-то ремонт, потому что это не подпорядковывается в Авидиопольской селищной раде, а подпорядковывается в Авидиопольской районной раде. Поэтому, на жаль, это будет нецельное использование бюджетных коштей, а сами понимаете, законом это заборонено. Как сообщили репортеры в самом Доме культуры, косметический ремонт стены, которая прославилась не меньше депутата, обошелся бы в полтора десятка тысяч гривен. Тут перекрасить, там заделали, тысяч 15 с головой хоть, на это, хотя бы устранить этот недостаток. А что касается остального, то, говорится, не мешайте работать, мы сами знаем, как это все делают. Хотелось бы, конечно, сегодня в зал сделать так, чтобы он отвечал сегодняшнему времени, понимаете. Туалет сегодня нужен, это вообще мечта. Туалет нужен, потому что у нас очень много пожилых людей, участников коллектива. И когда идут за 50-40 метров, особенно зимой, в метель, в дождь, вы понимаете, это уже сегодня, в каком веке мы живем. В первоочередных планах руководства Авидиопольского поселкового совета – ремонт тротуаров и строительство нового детского сада. Безвоздушная труба, способная перемещать вагоны с огромной скоростью, на повестке дня не стоит. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».